Мы занимаемся аммонимами с пре и при. Вот, например, презирать и презирать. Давайте разбираться через контекст. Так, можно презирать... Не любить человека. Не любить человека. Да, очень жестко не любить, да? Презирать. Например, считать себя выше, что ниже параметра. Ну, это уже причины какие-то, да? Можно считать себя выше и поэтому презирать его. Так, еще можно... Подозревать. Как? Подозревать в чем-то и поэтому презирать, согласен. Еще? Обзывать. Обзывать как-то. Ну, опять-таки, это уже следствие скорее, да? Я его презираю и поэтому я его обзываю как-нибудь, да? Ну, че? Хочешь говоря, не люблю. Но можно презирать опасность. Это что значит? Сторониться. Сторониться. Нет, не строниться. Сторониться, но убирать. Это значит не бояться. Не бояться опасности, конечно. Я эту опасность презираю. Я ее как бы не... Вижу, не боюсь. Не вижу. Отлично. Корень давайте выделим. Здесь одинаковый. Давайте попробуем найти одноклассные. Тут надо, пожалуйста. Предупреждаю, это корень с чередованием. Корень древний. Зеркал. Зеркал. Пойдет. Пойдет. Зерно. Зерно не принесет. Давайте еще наберем какие-то словечки. Зефир. Зефир. Еще нашим. Зеркальный. Зеркальный, конечно. Еще с другими приставками попробуйте. Можно не просто презирать, а можно, скажем, взирать. Вот я на тебя взираю. Что это значит? Вот. Я на тебя смотрю. Конечно. Обзываю. Я тебя вижу. Да? Обзываю. Значит, корень связан с значением смотреть, видеть. Обзывать. 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 Ну и где здесь это? Смотреть, видеть. Взирать. Надзирать. Надзирать. Хорошо. Пойдет. Это что значит? Надзирать. Смотреть. Надзирать. Надзирать. Присматривать. Присматривать. Именно так. Да? Пристально над кем-то ученись. Задирать. Задирать. Не задирать. Нам нужно зэ. Ага. Да? Нам нужно то, что связано с значением смотрю, вижу. Установить над кем-то на обзор, конечно. Надзирать. Обзор. Вот еще одно учредование мы с вами нашли. Вот зима. Кстати говоря, чем древнее корень, тем больше у них учреда. Мысли понятны? Да. А что у нас в глазу? Чем мы посмотрим? Я зрачок. Зрачок. Конечно. Зрачок. А здесь корень какой-нибудь зрачок? Зрачок. Зрачок. Потому что кисть. Устаревшее слово «взрак». А что это? Это взор. Это взгляд. Зрак. 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 Конечно. Он обладает зоркостью. Довольно, рядышком тоже запишем это словечко. Зоркик. Зоркость. Призрак. А еще одно хорошее словечко. Призрак. Это что такое? Это... Это что-то невинно. Что-то невинно. Куда ты... Ну... Не видишь, а не поймешь. Разве вы телегатор. Призрак. То, что как бы показалось. Да? Вот приставка «при», которую мы явно можем тут выразить. Не полнота. Не полнота? В данном случае это, наверное, не полнота. Да? Не полнота, а привидение. Да, привидение согласен. Аксиноним. А, приз. Да. Но мы сейчас просто говорим вот об этом корне. Да? Зрак. Зрак. Итак, он представлен в разных видах. Видите? Зрак. Зор. Зир. И даже, как и странно, зер. Все это связано с идеей, так сказать, смотрения на людей. Я некая зоркость видна. Да? Да. Я что-то вижу. Значит, я злю. Злю. Именно так. Можно не злезать? И действительно устаревшая злить. Отсюда наша с вами способность зрения. Правда? Зреть. Давайте я напишу что-то устаревшее. Зреть в корень. Зреть. Зреть. Значит, смотреть. Видеть. И повелительное наклонение у нас до сих пор осталось. Я говорю, зри. То есть, смотри. Смотри. Зри. Слово зрение до сих пор живо и здравствует. Правда? Да. Да? И слово зреть, по повелительному наклонению. Когда я говорю, зри в корень. Что это значит? Зри в корень. Смотри в корень. Смотри в корень. В корень в каком звучит? Слово. Смотри в корень в слово. В корень у драгора. В корень у драгора, может ближе. Еще. Зри в корень. Зри в корень. А, зри в то же? Не обязательно. Но самую причину вещей. Правда? Да. Вглядись в первооснову. Зри в корень. Что лежит в основе, что скрыто там, в корне всех вещей. Теперь давайте вернемся сюда. Итак, есть презирать. То есть, как бы, ненавидеть. Да? Не важно, что. Преступника вы презираете, предателя или опасность. Я не знаю, как у тебя, но у меня случались такие минуты, когда я сам себя презираю. А, когда мне это сделал плохо, не понимаете, что это самоубийство? Так бывает. Так бывает, ничего страшного, а потом нет. Это надо пережить. Итак, можно, конечно, презирать. Можно подозревать. Только еще давайте словечко одно. Там ведь тот же самый ход. Подозревать. Зрел? Зрел. Суффикс гемона. Т.е. я кого-то в чем-то подозреваю, значит, я кого-то заметил зачем-то. Правда? Я подозреваю, что этот человек, ну скажем, нехорош. Услов. Да? Давайте вернемся сюда. Итак, есть презирать, т.е. ненавидеть, а есть почему-то презирать. Попробуйте догадаться о значении этого слова. Может, ходить в презирание? Как? Может, ходить в презирание? Не знаю пока, не знаю, не уверен. Еще версия. Присматривать за тем. Присматривать за тем. Примечательно. Находиться без призора. Это как? Без призора. То есть без, не то, что говорит без призора, а? Без призора быть беспризорником. Или быть без родителей. Без призорником. Быть беспризорником. То есть быть действительно сиротой. Без родителей. Правда? Во всяком случае, без тех людей, которые могли бы за вами присматривать. Давайте подумаем. Каждый из нас может ли назвать себя беспризорником? Нет. Нет, конечно. Нет, конечно. Почему? Потому что у нас есть баба, мама, бабушка и дедушка. А, бабушка, дедушка. То есть здесь есть семья. Да, но когда я гуляю, я гуляю один. Можно ли сказать, что при этом ты беспризорник? Это понятно. Но ты приходишь домой. У тебя есть дом. Правда? А у беспризорника дома нет. Есть. Довольца. Ты скорее гуляешь без присмотра. Конечно. Ты гуляешь без присмотра. Согласен. Но не без присмотра. И тебя назвать беспризорником нельзя. Потому что у тебя есть люди, которые за тебя отвечают. Тебя любят добрых. Значит, презирать можно. Презирать сироту. В конце XVIII века в Москве был учрежден дом общественного презрения. Презир. Это не значит, что там всех презирали. Это значит, что там принимали. Там. Кого там? Присматривали. Сирот. И присматривали за ними. Это воспитательный дом. Презир. Сад. Это дом для детей брошенных. Детский дом. Первый наш дерзкий дом. Дом общественного презрения. Презир. И очень хорошее начинание было.